Приветствую всех и вся, Ютуб! Монстры стремятся убить людей. Большинство из них имеют ужасный вид. Одни похожи на гуманоидных существ, другие принимают формы, противоречащие их происхождению. У монстров часто выпуклые черные глаза с поврежденными красными склерами. Цвет кожи варьируется от серого до красного. Практически все эти чудища не носят одежду. Хотя есть исключения. А перед тем, как я продолжу, ставим лайк, подписываемся на канал и новые видео о разных жутких чудовищах не заставят себя ждать. Ну и начнем! Итак, все монстры, представленные в этой манхве, это люди, которые уступили своим желаниям и превратились в жутких чудовищ. Ранние симптомы превращения в монстра включают в себя внезапную кровь из носа, сопровождающуюся обмороком и слуховыми галлюцинациями. Галлюцинация – это сущность, а точнее душа человека. Именно она ответственна за превращение людей в монстров. Душа манипулирует людьми и прибегает к разным уловкам, чтобы раскрыть и подчинить их своему величайшему желанию. Эта сущность очень настойчива и будет пытаться любыми способами заставить человека сдаться под напором разных предлогов. Она предлагает осуществить любое желание, будь это встреча с давно умершими близкими, новая жизнь, слава и так далее, смотря что у человека в голове. Время, необходимое для того, чтобы превратиться в монстра, зависит от души человека и его воле противостоять ей. У всех все индивидуально. Некоторые люди обращаются за один день или даже за одну ночь. Люди с сильной волей и самосознанием, которые готовы понять, что пытаются сделать их душа, способны на несколько недель отсрочить свою трансформацию. Люди с раздвоением личности и вовсе могут управлять своим монстром, поскольку душа может контролировать только одну личность одновременно. Когда человек приближается к превращению в монстра, он время от времени теряет контроль над собой, и у него проскальзывают повадки монстра, однако он может вернуться обратно. Иногда сильное эмоциональное потрясение или очень дорогой человек могут позволить обратившемуся снова взять на себя управление над своим телом. Человек с сильной волей и способной сопротивляться душе может временно сохранять свое сознание, пока остальная часть его тела мутирует, хотя он потеряет контроль над своим физическим «я». В этот момент сознание может разговаривать со своей душой в неком промежутке. Чаще всего это показано на примере главного героя – Хёна, который сопротивляется своей монстрификации на протяжении всего тайтла. У каждого монстра есть уникальный набор черт и способностей, связанных с желаниями человека, из которого он был создан. Большинство монстров постоянно произносят обрывистые фразы, связанные с их желаниями, но они могут реагировать на вещи вокруг себя. Почти все монстры движимы каннибализмом и очень чувствительны громким звукам. Они нападут на любого незараженного человека, если он находится рядом с ними. Обычно они не атакуют других монстров, за исключением особых обстоятельств. В основном это возникает из-за недопонимания или случайностей. Монстры также не едят тех людей, у которых увидят какие-либо видимые признаки монстрификации. Однако они будут атаковать, если известно, что зараженный человек враждебен к ним. Монстры не умирают так легко, как люди. Они могут оправиться от большинства травм и повреждений органов и конечностей ниже шеи. Голова – самая слабая часть монстра. Если ее отсечь, то монстр не восстановится. Однако можно убить монстра, сильно изувечив и разрушив его тело. Но врожденная стойкость и регенеративные качества этих существ делают это занятие трудоемким. Самый простой способ убить монстра – это сжечь его. Но некоторые монстры достаточно умны и обладают стойкостью к боли, чтобы найти способ потушить огонь, прежде чем он станет смертельным для них. Все монстры создают помехи для цифровых сигналов. Из-за этого беспроводной интернет и сотовая связь бесполезны. Однако, если у кого-то есть проводной интернет, с ним все в порядке. Хотя сотовые телефоны не могут использоваться для привычных функций, тем не менее, они начнут пищать при приближении монстра. Чем ближе монстр, тем громче и чаще пищит телефон. Это позволяет людям прятаться и избегать монстров. Сотовые телефоны исполняют роль датчиков обнаружения всех чудовищ. Спящие монстры не обнаруживаются. Другими словами, монстр может быть видимым. Без какого-либо звукового сигнала телефона. У некоторых монстров есть очень едкая слюна. Она легко может разъесть плоть человека. Хотя было замечено лишь несколько монстров, использующих эту субстанцию. Сознание людей, ставших монстрами, заперто в мире снов. Вдали от сознательного контроля над своим телом. Мир снов создан для того, чтобы удовлетворить все желания человека. Человек остается там до тех пор, пока все его желания не будут удовлетворены. И он не поймет, что желаний у него больше нет. Это вызывает начало эволюции. Данный факт заставляет монстра превратиться в кокон. В этот момент эволюционирующий монстр наиболее уязвим для уничтожения. Кокон через небольшой промежуток времени трескается. И из него выходит голый человек, который до этого был монстром. Но его взгляд будет безжизненным и отстраненным. Эти люди утверждают, что не испытывают никаких эмоций или желаний. Они не будут реагировать ни на какие раздражители. Монстры защищают этих людей, как и коконы, в которых они развиваются. Монстры могут почувствовать разрушение кокона с довольно большого радиуса. И любой монстр, который почувствует его разрушение, бросится к месту, чтобы устранить любую угрозу. Данные люди также способны насильственно вызывать монстрификацию у обычных людей, не проявляющих признаков монстра. Но похоже, это происходит только в том случае, если цель готова принять превращение в монстра и настроена враждебно к ним. Коконы можно уничтожить только с помощью огня. В отличие от монстров, развитый человек не имеет никаких регенерирующих способностей, о которых можно было бы говорить, и их можно убить обычным способом — пулей в голову или любым другим холодным оружием. Друзья, если вы хотите подробное видео о самих монстрах, таких как протеиновый монстр или монстр с щупальцами, то пишите об этом в комментарии. На сегодня у меня всё. Понравилось видео и вы узнали что-то новое, смело ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Смотрите другие ролики на канале. Всем здоровья, удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!